Какие шариатские средства помогают отдалить колдовство и его последствия? Из важнейших вещей, отдаляющих опасность сихры, это защита поминанием Аллаха, дуа и прибегание к защите Аллаха, как это приходит в Сумне. Из них чтение аят Аль-Курси перед сном и после каждой молитвы по окончанию зикру. Чтение сур Алихлас, Аль-Фалак и Аль-Нас после каждой обязательной молитвы. Также чтение и в трижды после молитвы Фаджар и в начале ночного времени, то есть после молитвы Магриб. Чтение двух последних аятов из суры Аль-Бакара от слов Аллаха. И до конца самой суры. Частое повторение слов Ночью и днем, когда заходишь в какой-либо дом, строение, пустыню, территорию или выходишь в море. Также из его слов, три раза в начале дня и ночи. Эти поминания из самых больших причин, чтобы отдалить себя от зла сихра и иного зла. И это тому, кто заботился о чтении с верой и правдивостью и доверием к Аллаху и упованием на Него с распростертой душой в отношении их значений. Они также из величайших причин лечения от сихра после того, как оно постигло верующего, вместе с множеством других мольб к Аллаху. И просьбе, чтобы он избавил от вреда и избавил от болезни. А Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует...